В последнее время хоррор, как игровой жанр, переживает не самые лучшие времена. Большинство современных его представителей придерживаются одной и той же проверенной схемы. Но достаточно лишь немного свернуть с проторенной дорожки под названием «Без руки главный герой зубами открывает двери и читает записки, чтобы вызвать интерес у аудитории». Казалось, что именно так группировка «Динамические пиксели» — часть синдегата малюток — собиралась биться за место под солнцем со своим проектом «Привет, сосед». Но это оказалось лишь верхушка айсберга. Убирайте детей из слабонированных от экранов. Мы начинаем. Сразу после выхода первых альфа-версий загадочный сосед и его дом стали обрастать конспирологическими теориями и безумными домыслами. А анонимные представители «Пикселей» то и дело подкидывали дровишек в виде скрытых посланий, сомнительных головоломок и устрашающих пасхалок. Этот усатый тип только на первый взгляд казался безобидным. По присланным очевидцами роликам удалось установить, что поведение подозреваемого, а также наличие в его доме нетривиальных систем безопасности, указывало на явное существование криминальных секретов, скрытых в небрах дома. Разумеется, в дело сразу включилась наша оперативная группа. По собранным в округе разведданным удалось установить, что здесь замешана какая-то очень продвинутая система искусственного интеллекта, причем способная к самообучению. Разумеется, мы сразу выдвинулись к дому соседа. Вопреки нашим надеждам, разведка релизной версии не внесла никакой конкретики в происходящее. Создалось впечатление, что авторы намеренно спрятали концы в воду, чтобы в качестве алиби выдать наиболее интересную фанатскую теорию, способную залатать дыры в легенде соседа. Сбор оперативных данных осуществлялся посредством метода проб и ошибок, но в итоге удалось установить, что искусственный интеллект постоянно анализировал наши действия и после неоднократных попыток проникнуть в дом начинал принимать ответные меры. В комнатах, где мы пытались устроить засаду, появлялись камеры слежения, а в пустых проемах возникали капканы, иногда даже прямо под окнами. После множества неудачных попыток добраться до подозрительно плотно охраняемой подвальной двери, дом стал похож на полосу препятствий из фильма ужасов. Когда же один из оперативников был пойман безжалостным соседом, тот запер его в потайной комнатке и накачал какими-то психотропными средствами, что вызвало у бедняги галлюцинации и странные видения. К счастью, ему удалось выбраться. Во время повторной операции под кодовым названием «Акт 2» мы уже знали, что сосед никогда не покидает пределов своей лужайки. Именно поэтому для точки наблюдения была избрана противоположная сторона улицы, ведь при любом контакте с подозреваемым единственным спасением было бедство. Немного освоившись, мы поняли, что за время нашего отсутствия дом вида изменился, стал больше и теперь не просто полон ловушек, но и в целом представляет собой запутанный лабиринт. Все загадки для удобства их проработки наши аналитики разбили по трём категориям. Загадки из первой были вполне логичны, и их решение не вызывало каких-либо затруднений. На вторую пришлись все рудиментарные истории, вроде поиска разноцветных ключей. Последняя же категория загадок начала сводить с ума даже самых передовых специалистов. На первый взгляд они были похожи на головоломки из первой категории, но всё менялось, когда мы находили новые зацепки. Порой казалось, что не только сосед, но и сам дом играет с нами в странную, нелогичную и меняющую на ходу правила игру. Мы были в шаге от провала. В итоге, многие вещи, которые мы не можем показать, чтобы не травмировать вашу психику, решено было списать на технические недоработки. Большинство предметов, которыми мы пытались воспользоваться, хоть и подчинялись определенным законам физики, но законы эти были внеземного происхождения. Например, при попытке построить пирамиду из коробок, чтобы забраться повыше, одна из них начинала творить полнейший беспредел и в итоге скрывалась от нас где-то под текстурами. Когда первые два акта остались позади, произошло нечто абсолютно необъяснимое. Мы опустим детали, если вдруг кто-то из вас решится на своё собственное расследование, но поверьте, такого не предскажет ни один экстрасенс. Если до этого мы могли рассчитывать на помощь специалистов, то здесь нас оставили один на один со страшным миром соседа. Даже техника, до этого исправно фиксирующая всё происходящее, начала сбоить и в итоге отказала полностью. По версии одного из следователей, имевшего опыт с паранормальными явлениями, в подвале могла находиться аномальная зона, оказывающая на неподготовленного человека эффект наподобие миражей в пустыне, заставляя галлюционировать в здравом сознании. Так или иначе, до истины добраться мы так и не смогли. Какие же выводы можно сделать после всего этого? Во-первых, никаких ответов мы так и не получили. Скорее наоборот, вопросов стало ещё больше. Во-вторых, досадным открытием стал факт, что практически полностью отсутствует реиграбельность. Разведгруппа ещё не раз пыталась понять природу явлений, происходящих в доме и его подвале, отправляясь на поиски новых улик и потайных комнат. Но всё безуспешно приводило к одному и тому же результату. Несмотря на то, что игра уже вышла в полный релиз, по-прежнему есть моменты, где серьёзно веет сыростью. Надеемся, что пиксели на этом не останавливаются и как-то доработают и дополнят свою игру. Если у вас уже есть теория, что же там происходит, пишите нам письма по адресу город Москва, загородное шоссе, дом 2, абонентский ящик, следаки, игровики. С вами был Михаил Кольбус. Смотрите, во что играете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова